Я считаю, что все сказано. В этой аудитории рецепты прямо готовы выносятся, поэтому добавить нечего. Ольга Русева. А я хотела бы затронуть тему экологии. Ну не могу я умолчать в нашем городе. Имеем право или нет? Нет, я... Уже не остается, да? Нет, я... Понимаете, обязательно, но я думаю, что мы это должны... Потому что у нас осталось... Ну у вас есть время. Савик, я буду анонсом доследовать. У меня есть время, я все-таки хочу сказать про экологию. Поход к микрофону за ваше время. Почему в нашем городе складывается странная ситуация? Ситуация, когда мы можем говорить о некотором экологической катастрофе или зоне экологического бедствия. Потому что сегодня нарушены все системы проветривания города за счет склонов, за счет парковых учреждений. И опять же, единственный парк, который имеет границы города, это парк около нашего дома. Силами общественности, когда встал вопрос, что начнется застраиваться территория парка, мы выступили и утвердили границы города. Причем горсовет, то что нам не помог, мы обращались и к политикам, и даже присутствующим здесь в зале. Поэтому силами собственными мы в силах сегодня это сделать. Однако 380 гектар одного парка, а это именно склоны, были как-то потеряны с учета нашей коммунальной собственности. И если бы эти границы были установлены, то это было дало возможность проветривать город. И мы бы не стали говорить о зоне экологического бедствия, а стали бы говорить о курортной зоне, которая принесет деньги Одесситам. Спасибо, Павел и Паня Светлана.